сегодня у нас с вами очередной четвертый урок нашего курса интенсивного для по изучению тачвида до до рамадана и напомню у нас каждый день с вами урок 22 кто присоединился может вдруг кто-то случайно для тех кто пропустил вдруг предыдущие уроки можете по ссылке шапки профиля пройти на youtube канал и пересмотреть пропущены уроки вот если вдруг у кого-то возникли уроки по предыдущим по предыдущим урокам по предыдущим темам вчерашняя тема да у нас была вчерашняя тема помимо букву который мы с вами повторяли говорили об частых ошибках на какие бывают так быстро сколько это получилось быстро вот мы мы с вами говорили о видах формах суккуна какие встречаются в куране кто из присутствующих был на вчерашнем на вчерашней лекции можете поставить плюсик до чтобы я видела кто эту тему слушал вот какого вчера не было или то может был и не слушал запись просто да кто вот слушал эту лекцию поставьте плюсик чтобы я понимала хорошо вижу плюсики ушала да отлично лично да то есть нашала есть сестры кто был и вопросов я так не вижу значит наверно все было ясно если вдруг что-то не ясно из предыдущих вы может пересматривали или выполняли задание домашние да потому что я вам говорил про домашние задания и у вас возникли какие-то вопросы как я говорила пишите вопрос это будет полезно всем то есть когда вопрос какой-то вы думаете что может иногда бывает стыдно задать вопрос на самом деле это может полезно всем то есть может у кого-то даже вопросов ну как бы не возникает ну не потому что он знает а просто как бы не сильно задумывался но иншаллах продолжим если вопросов нету как я вижу значит продолжим мы брали с вами тему суккуна да то есть как они формы как влияет эта форма и в дальнейшем вы темы которые будут или на сегодняшнем уроке на последующих они тоже будут возвращаться к этой теме до иншалла если что-то там было непонятно станет понятно где пересмотреть уроки когда зайдете на мою страничку вот инстаграме есть ссылка на youtube канал и там все уроки которые вы пропустили будут иншалла посылки хорошо раз уходы значит вопросов нету идем дальше сегодня мы возьмем первое что я хотела взять это про виды солнечные лунные буквы и первая тема это виды там мы с вами брали гамзу как букву там говорили у меня есть разные подставки ну так виде повторения это было для тех то буквы вдруг там плохо знает или хочет повторить можете просто тоже плейлисте посмотрите на моем канале этот там есть из букв на то есть как быстро научиться в принципе за три там три максимум четыре часа можно выучить все буквы если постараться можно сделать значит виды 2 у нас есть это разъединительное и соединительное нам зато и осы в куране разъединительное за то есть обычно задание эту такую форму она бывает на разных подставках бывает и начале слова в середине в конце слова это по сути такая постоянная буква в слове да она может присутствовать и в глаголах и в именах и в частицах то есть во всех частях речи арабского языка да согласовками она у нас будет а у и или если суконом как бы трудные суконом отдельно например в слове битер да то есть у нас суконе и есть он за трез и за трез и она чуть-чуть отличается хотя произношение если она читается если она читается то она будет ну как и ее вот сестра за три плата тоже произношение также но она читается только в определенных ситуациях только при начинании имеет вот такой знак как схожи с буквой сад да как у вас сад как соля вот похоже это часть как раз на этот значок и уже такой значок вы увидите только над буквой алиф только в начале слова как бы слова в начале слова смыслового так сказать начале смыслового слова они например графически написано потому что арабские слова они могут друг к другу как бы прилипать цепляться друг за другом и как на письме это получается как будто мы видим одно целое слово но по сути это допустим два слова или три даже вместе поэтому там есть свои орфографические особенности написание бывает нюанс то есть нужно понимать и распознавать и понимать что правила этих двух они отличаются то есть правило чтение особенности где они приходят они отличаются то есть и теперь вот пройти за подробнее то есть первое это за тропата она приходит еще раз да то есть я в принципе назвала но возможно что то как бы что вы записали приходит в начале в середине и в конце слова на то есть он за обычно приходит перед разными гласовками то есть перед ней может быть любая гласовка и дома и фатха и касра приходит тоже со всеми гласовками за приходит из суккуна из фатай из балмы из косрой то есть любая гласовка да она может быть над над ней всегда читается в слове то есть это как отдельно как буква в слове соответственно будет читаться там в зависимости от огласовок по по разному вот далее приходит на разными подставками помните мы говорили с вами поговорила что она бывает кино алиф пишется и на вау пишется и на я без точек пишется набера называется и на строчки то есть вообще без каких-либо подставок она какая имеет разные да вот формы может быть написано на разных подставках или без них вообще приходит семенами глаголами или частицами то есть это как бы уже связаны с грамматическими нюансами да то есть словами вот приходит разными так и теперь вам за 3 осы она приходит только в начале слова я вам это сказала только перед суккунированной буквой то есть перед вернее после да то есть она перед суккунированной то есть после этой хамзы всегда будет харп с суккуном если обычная хамза после него может там вот второй пункт перед приходит перед разными гласовками да то есть буква может быть после нее ими и имеет разную гласов и фатху и баммунка суда там и суккуни с согласовкой то есть там нету привязки то хамза трассы обязательно вы увидите что после нее будет с суккуном да я вижу что очень четко видно но я вам проговорила начала видно будет учту она так видно хорошо мне вот на экране хорошо видно а вот инстаграм как-то вот в этом режиме не очень но и шала кто захочет видео формате иншала там хорошо будет видно то есть четко пересмотреть вдруг там что-то переписать это это обычная да то есть разделительная потому что она как бы на суккуни вот схожи как будто разделяет она такая немножко разделить называют а это раз трассах то есть соединительная дальше программа столица то есть она читается то есть на приходит буквой сукку нам только на то есть после нее получается обязательно hard будет сукку нам и читается только при начинании вам это тоже уже сказала то есть в потоке речи то есть если вы не с нее начинаете например это ну второе слово из тех которые вы читаете это за ним будет произноситься она и называется соединительная для того чтобы соединить слов как бы при начинании слова почему потому что и как я вам сказал во втором пункте я сейчас не могу шрифт поменять сестра пишите потому что это презентация мне нужно выйти из них как сбилась да то есть замза тальоса перед ней стоит суккун обязательно не перед не а после нее так еще раз нам за тальоса после нее обязательно идет харп суккуном и смысл ее в том или ее функция этой хамзы в том что она не дает слову быть начатым суккуна а арабские слова никогда они начинаются с буквы с суккуном обязательно должна быть буква с огласовкой то есть не бывает арабские слова как в русском например ну что у нас тут даже это слово приходит да то есть рядом получается как бы две согласные подряд в арабском слове такое внутри бывает но в начале никогда так не придет то есть первое как бы первая буква всегда будет там например перида пусть для ну к и нету вообще у них ну как пример на поэтому для того чтобы предотвратить это начинание и произносится нам за тальоса то есть слово как бы суккуна она так не произносится и приходит на помощь она предотвращает начинание суккуна эту сам за тальоса предотвращает начинанию вот этого слова как я вам уже сказала она приходит только над алиф то есть подставка и и будет только алиф и при начинании она бывает зависимости от того какое-то слово то есть это глагол или это частица или это имя да и сын как бы имя там существительное прилагательное числительное еще какой то не важно то есть зависимости от этого ее огласовка может может разниться каждого слова по-своему там свои правила например у глагола в одни правила у там частиц свои и в общем можно так сказать что приходит в артикле то есть это как частица единственная частица который приходит нам за трасс этот артикль про который мы сегодня будем говорить аль и там он если мы ее произносим этот это хамза будет произноситься с фатай ну то есть а аль и может приходить с бабой только глаголах и приходит с косрой как в именах так и в глаголах ну это как бы такое общее информация прям на сегодня нас интересует это первая часть это то что нас артиклем приходит с фатай но опять же подчеркиваю только в начинании мы эту хамзу запрос читаем амзатылката первое читается всегда начале в середине в конце неважно да в какой позиции она приходит здесь иншала понятно вот эти пункты если вопросы по ним чтобы мы пошли дальше разница ясна между ними может может получила свет просто сильно видно дает отсвечивает хорошо все понятно все понятно хорошо так хорошо идем дальше если всем понятно теперь у нас тема лунные и солнечные буквы лунной солнечной буквы эта тема связана непосредственно с вот этой частицей единственной частицы у которой есть это розы потому что остальные частицы они все если приходят за это это а вот это единственная частица артикль на и он единственный артикль в арабском языке это говорят или лям тариф плюс хамза ну неважно нас интересует вот это сейчас при начинании как я вам сказала хамза читается при продолжении это за вообще не читается . будто и нету вы соединяете предыдущие слова с последующим словом да то есть если мы говорим что на при начинании аль значит будет начаться как будто слям и и тема у нас здесь солнечный лунный букв вообще про что это до солнечного это солнце луна на самом деле эта тема не связана никак не солнцем и луной просто арабы любят ассоциации да такие какие-то ассоциации которые бы помогали то или иное правило или вообще какие-то разные для запоминания допустим слова не любят их там какие-то фразы ставить или еще что то чтобы была ассоциация с каким-то правилам и данном случае так как первая буква от или из списка лунных вернее одна из букв из списка лунных букв а с нее начинается слово луна по-арабски это она и первая буква из слова которое будет означать солнце шанс да то есть по-арабски она относится к солнечным буквам как бы одна из солнечных букв и так как это легче запомнить ассоциация так солнце луна то вот такое и название этого правила солнечные буквы как вы запоминаете ассоциируется у вас вот с этим правил вот первое первое из этого списка из этого правила мы будем упоминать лунные буквы лунные буквы сначала правило что если после для из артикля то есть мы говорим аль да и вот это лям еще такой момент что она пишется вот допустим английском языке в русском нету понятия такого артикля да у нас как бы нету а вот английский кто учил дали там не знаю немецкий это весь артикль и вот они пишутся отдельно в слове ну перед ним на там смотря какой артикль например да и идет как отдельное слово по арабском языке как я вам сказала слова могут сливаться и здесь получается вот этот артикль он сливается со словом да и получается как бы вот эти два два слова стали одним одним целом и если это слово которому присоединился этого артикля то есть и получается начинается на одну из лунных букв то есть получается что если после этого лям из артикля то есть буквы лям которые в артикле приходит слова присоединяется к нему слово которое начинается на одну из лунных букв то это лям артикля читается четко и ясно как мы с вами помните говорили вчера и брали виды сухуна без удвоения и без ассимиляции то есть удвоение ассимиляция по сути по черную тоже то есть теперь кто был на прошлом уроке подскажите я вам говорю здесь буква читается четко и ясно то есть аль как какой суккур будет у нас над этой лям если мы читаем букву для при присоединение с лунной буквой четко и ясно то есть какой суккур у нас будет из того что мы читаем четко и ясно кто не помнит давайте вспоминайте хафифа фифа или халия то есть она похожа на какую какую форму или что это за форма нет это не ария ария это значит невидимка да правило получается как бы изгар то есть его это четкость и ясность произношения а суккур какой форма я спрашиваю суккур это суккур хафифа или ария похоже на головку от буквы х а сверху которая буква х то есть головка от буквы х отлично нет не невидимка невидимка это будет не здесь здесь мы невидимка когда у нас и духам например вот как раз и симиляция то здесь что написано без удвоение и ассимиляции то есть без этого на как вверх вот такой буква х то есть это как подсказка то есть вы видите и еще как вторая подсказка чтобы над следующие буквы и никакого удвоения не увидите то есть по сути мы лям читаем четко следующую букву читаю четко то есть как будто мы слили два этих слова ничего не произошло до никаких изменений не произошло какие буквы сюда относятся это буква к не очень хорошо видно вот я вижу что плоховато видно но иншалла презентации кто прям хочет посмотрите на видео посылки там все будет хорошо видно значит это буква к 2 хамза джим мим я ну и всё есть что у нас происходит артикль присоединяется на пример словом здесь памар Ее первая буква «Аф». И у нас что получается? «Аль-Камар». Здесь чуть-чуть другой сукун, потому что тут шрифт у меня в печати такой не получается. Но мы посмотрим примеры в Коране, и вы увидите, что это, какой сукун. Да, сукун Хали. Вы можете посмотреть примеры. Ну, поближе вот время поставлено. Да? То есть вот. Кому тут? Видно? Хорошо. Хорошо. Если я делаю ближе, то оно уже у меня на весь экран. Значит, какая-то часть не будет видна. Хорошо. «Ншалахэль». Значит, поняли, да? Здесь будет читаться четко и ясно. Значит, это лунная буква и... Так. Теперь идем дальше. Смотрим примеры в Коране. Смотрим примеры в Коране. Например, сура «Аль-Фаляк». Смотрите. Вот это как раз сукун. Какой? «Аль-Фаляк». Видите? «Хамзат-ль-Оссель» во-первых, значок. Потом идет «Лям». И над ним этот сукун. Нам известный уже, который указывает на то, что это «Изгар». «Аль-Фаляк». Следующая буква «Фа». Она к лунным относится. Да, и ничего не происходит. Просто мы читаем ее согласовкой «Фа» с «Фатхой». Вот тоже в четвертом аяте, в конце «Аль-Угады». Тоже «Айн» у нас относится тоже к лунным буквам, поэтому мы увидели здесь такой сукун. А вот здесь, например, уже чуть по-другому. Это я сейчас объясню, и мы узнаем. То есть это уже будет к солнечным буквам, чуть по-другому у нас выглядит. Тоже «Сура-Ан-Наср». У нас... Что здесь есть? Вот в первом аяте «Уаль-Фатх». Тут у нас соединение «Вау» плюс артикль плюс слово. То есть вот такое, как бы, несколько соединений вместе. Но «Гамзат-Аль-Осаль» мы видим, и затем «Лям» с таким суконом, что говорит о том, что это у нас «Изгар». здесь понятно? Есть ли вопросы по лунной буквам? Или по лунным буквам? Хорошо, идём дальше. Ну, «Сура-Ан-Нас». Тут тоже вы найдёте примеры, посмотрите. Следующее — это солнечные буквы. Солнечные буквы. Соответственно, если мы... Или если вы поняли, у нас как бы алфавит поделился на две части. Половину солнечных, половину лунных. Да, половину солнечных и лунных. Их на самом деле пополам. Туда половина и туда идёт половина. Если после артикля, то же самое, да, приходит слово, первая буква которого солнечная, то есть из списка солнечных букв, то что происходит? «Лям» артикля в этом слове не читается. Теперь вспомним, если буква не читается, то какой должен как бы быть сукун, исходя из правила, которые мы взяли на прошлом уроке? Какой должен быть сукун, исходя из правила, которое мы взяли на прошлом уроке? Как он должен выглядеть? Как должен выглядеть этот сукун? Вспоминаем. Если буква не читается, то Сукун как выглядит в этом случае? Хорошо. Ария, значит, как он выглядит? На что он похож? Этот Ария. Давайте. Да, это Сукун невидимка. Сукун невидимка, то есть ни на кого он не похож, потому что он невидимка, его нет. Хорошо, отлично. Значит, так и будет. То есть это ЛЯМ артикля не читается, а первая буква слова удваивается. То есть она будет читаться вместо ЛЯМ, как будто удваивается. Вместо ЛЯМ будет удваиваться, занимать ее место, и таким образом сама будет читаться. И ассимилируется ИСЛЯМ, будет удвоенить нас. Это буквы ДАЛЬ, ДАЛЬ, НУН, ТО, СОД, ЛО, ЗА, РО, ЛОД, ШИН, ТА, ТА, ЛЯМ, СИН. Вот у нас АЛЬ и плюс, например, ШАМС, да, как из примера, как Солнце. И получается у нас мы не читаем АЛЬ, ШАМС, как было с лунными буквами, а читаем АШАМС. АШ, да, то есть удвоенное, АШАМ, у нас ЛЯМ не читается. При этом, это на самом деле ИДЛАМ, то есть это получается, вот эта ассимиляция происходит, да, ИДЛАМ. Просто это ИДЛАМ, ну, в таком формате. Да, и в Куране вы не увидите на ДЛАМ ничего, а вторая буква будет удвоенная, да, как вот в примерах, посмотрим, давайте, ну, вот здесь СУРАТ АЛЬ КАФИРУН, здесь идет, этот, ЛУНА, АЛЬ КАФИРУН, да, здесь ЛУНА, буква. Вот в СУРе АЛЬ ФАЛАК у нас есть в четвертом аяте, АННА, да, у нас идет НУН, и мы видим ХАМЗАТ АЛЬ КАФИРУН, ЛЯМ невидимая, невидимым, вернее, СУКУНом, и НУН после нее с удвоением. АННА, да, у нас идет АННА, то есть мы не читаем АЛЬ НА, да, СУКУН, АРИЯ, подсказка у нас, что мы ее не читаем. Да, мы не читаем, да, эту букву. Да. В СУРе АЛЬ ИХЛЯС у нас тоже идет ХАРФ АССАД АССАМАД, да, ну, здесь в слитке, например, в слитке, в потоке, да, если мы слитно будем читать, то у нас получается АЛЛАХУ САМАД, то есть мы и ХАМЗАТ АЛЬ УАССАМАД не читаем, помните, я вам говорила, ХАМЗАТ АЛЬ УАССАМАД читается только при начинании, как в слове, да, вот, ЛЯФЗАЛЬ ДжАЛЯЛЯ АЛЛАХУ, то есть здесь мы вот видим ХАМЗАТ АЛЬ УАССАМАД и прочитаем ее с ФАТХАМ. Так, да, СУРе АННАС тоже у нас, да, так как мы концентрируем наше внимание на последних СУРах и на СУРе ТАЛЬ ФАТХА, поэтому, к примеру, в основном отсюда. АННА, да, то есть у нас идет то же самое, ЛЯМ, пусто, над ней нету ничего. Например, если мы посмотрим на АЛЬ УАСС, да, здесь уже видим, как маленькая ХА, да, то есть это ГАЛОХА, то есть это СУКУН, у нас уже ХАЛЕ и подсказка о том, что здесь мы ЛЯМ читаем. И здесь то же самое, потому что ХА или ВАУ это лунная буква. Хорошо, значит, ХАМЗА, ХАМЗА в артикле и ЛЯМ, да, у нас ХАМЗА в артикле соединительное, ХАМЗА в артикле соединительное, то есть если артикль, это ХАМЗА ТАЛЬ УОССЛЬ, читается только при начинании и читается с ФАТХАЙ, да, то есть мы имеем ввиду только артикль. Не ХАМЗА ТАЛЬ УОССЛЬ, в общем, а в артикле ХАМЗА ТАЛЬ УОССЛЬ читается только при начинании и читается с ФАТХАЙ. ЛЯМ читается, если за ней следует лунная буква, ЛЯМ не читается, если за ней следует солнечная, тут опечатано, солнечная буква, тут два раза написал, солнечная буква, да, значит, это вот правило касательно артикля. Аравина ХАМЗА ТАЛЬ УОССЛЬ, в основном у нас все буквы читаются полностью, но у нас есть какие-то моменты в чтении дополнительные, которые необходимо знать. А именно, что арабское чтение, оно идет такое, соединяется одно за другим, одно за другим, не разделяются эти слова, да, то есть они как бы плавно, пока у вас есть дыхание, вы читаете, да, остановились, все, у вас как бы пауза, идете дальше. И вот это соединение, оно должно быть одно с другим, при этом читаются все буквы, да, которые там в правиле мы должны читать, и МАДДы, да, то есть долгие буквы или короткие, они все должны будут читаться. Но у нас, если перед ХАМЗА ТАЛЬ УОССЛЬ, да, перед этой соединительной ХАМЗА, если читается, вернее, если перед ней есть ХАРФМАД, то есть долгий там АЛИФ или ВАУ или Я, то вот этот ХАРФМАД сокращается до огласовки. То есть, например, если там было долгий АЛИФ, то будет читаться только ФАТХА, если долгий Я, то будет читаться только КАСРА, если долгий ВАУ, то будет читаться только ДАММА, это важно, да, потому что у нас получается как бы встреча двух сухунок, там сухун, допустим, АРИЯ и какое-то там другое это может быть, там или солнечная буква, или лунная, или какой-то даже, может ли там ее и не быть, просто ХАМЗА ТАЛЬ УОССЛЬ, допустим, с глаголом, но будет такое правило. То есть, в этом случае МАД сокращается, да, то есть обычно МАД читается, он не пропадает, но вот в этом случае единственным он сокращается. Например, у нас идет в СУРИ АЛЬ КАФЕРУН, такое правило, да, вот его как раз поэтому упоминаю, у нас идет начинание, да, КУЛЬЯ АЮГА, да, у нас здесь АЮГА слово, но мы видим этот артикль, ну и артикль после него, здесь МАД. Но когда мы соединяем, мы не читаем АЮГАЛЬ КАФЕРУН, да, мы читаем АЮГАЛЬ, то есть сразу ХА, переходим на ЛЯМ, да, то есть у нас идет здесь вот как раз это правило действует в АСЛИРОВАНИЕ, что мы МАД сокращаем перед ГАМЗА ТАЛЬ УОССЛЬ. В других случаях он у нас не сокращается, всегда читается, даже тянется дольше, это мы уже далее будем с вами упоминать. Да, эфир можете пересмотреть, да, еще раз, он будет в течение суток, иншалла, в Инстаграме, в Фейсбуке там остается, и в Ютуб-канале лучшие качества можно посмотреть, иншалла, будет после нашего завершения, я туда скину без ноля. Ну, из наших сур, да, только эта сура, которая АЮГАЛЬ КАФЕРУН, но здесь вот еще другие примеры, хотела вам на них указать, да, например, суре АЛЬ ГУМАЗЯ, у нас есть МАА и потом АЛЬ ХУТОМА, да, то есть то же самое, у нас будет МАЛЬ сразу, МАЛЬ ХУТОМА, мы не читаем МАЛЬ ХУТОМА, то есть в этом случае МАД будет сокращаться. И, или здесь же идет АЛЯ, здесь АЛЬФ МАКСУРА, такая похожая на Я, но это АЛЬФ, такую форму тоже имеет, АЛЯ, если бы мы остановились здесь, но так как мы слитно читаем, у нас идет ВАСЛИРОВАНИЕ, и долгий сокращается, уже будет читаться только ФАТХА. АЛЯЛЬ, да, АЛЯЛЬ ЭФ ИДА, то есть здесь будет такое правило действовать. Ну, ФИ тоже, вот, ФИЛЬ ХУТОМА, будет ФИИ отдельно, если, да, если соединяем, то ФИЛЬ уже соединяется с ЛЯМ, ФИЛЬ ХУТОМА. То есть вот это следует запомнить, да, с ГАМЗАТАЛЬ ОСАЛЬ, с ВАСЛИРОВАНИМ, иншаллах, если будете читать. Так, и последнее, то, что хотела сказать про ЛЯФЗАЛЬ ДЖАЛЯЛЯ, ЛЯФЗАЛЬ ДЖАЛЯЛЯ у нас начинается тоже с этой ГАМЗАЛЬ ОСАЛЬ, да, ГАМЗАТАЛЬ ОСАЛЬ, да, ГАМЗАТАЛЬ ОСАЛЬ, и это соединительная ГАМЗА, соответственно, правила соединительная ГАМЗАЛЬ ОСАЛЬ, будут здесь действовать. И при начинании мы читаем с ФАТХА, ЛЯМ здесь, здесь еще важно, ЛЯМ, я в принципе вам говорила, это когда мы повторяли ЛЯМ, но здесь отдельно еще упоминаю, то есть ЛЯМ, в общем, она мягкая буква чаще, да, но в слове Аллах, в определенных сочетаниях она может приходить твердо. А именно, если перед словом приходит КАСРА, то ЛЯМ будет мягкая, да, как БИСМИЛЛЯ, например, мы говорим БИСМИЛЛЯ, да, то есть ЛЯ, ЛЯ у нас звучит. Если после, нет, так, ЛЯМ твердое при начинании, да, то есть при начинании мы начинаем как бы с ФАТХИА, и если перед ЛЯМ этой ФАТХА, то ЛЯМ твердое. И получается уже АЛЛАХ, это не АЛЛЯМ мы говорим, а АЛЛАХ, то есть ЛЯМ твердое. Также, если перед словом приходит какое-то слово, заканчивающееся на ДАММУ, и значит мы, если перед ним получается ДЛАММА, значит ЛЯМ будет читаться вслитно, да, ну, в принципе, при начинании, но там уже ДЛАММА будет, будет читаться твердо. Да, да. При слитном чтении ГАМЗа не читается, как и любая ГАМЗа-Калиосовь, и важно, в Мусхафе у вас этого нету, но после удвоенной ЛЯМ есть АЛЛЯМ. Вот здесь, видите, в шрифте даже видно, ну, может, у вас не очень хорошо там видно, попробую увеличить, да, на инстаграме вот. Вот, там есть маленькая АЛЛИФ такая сверху, это маленькая АЛЛИФ, его даже в Коране чаще не пишут в шрифтах. Почему? Потому что, как бы, по тому, что это слово настолько часто приходит, и уже, ну, как бы, по использованию понятно, что там есть АЛЛИФ, да, но она маленькая, вот так вот иногда пишут, если отдельно, вот в шрифте оно прям автоматом дает, если вы напишите. ГАМЗу, ЛЯМ, ЛЯМ, ГА, то есть у вас сразу вот даже, это не нужно, оно такую форму выдает, шрифт, то есть там есть АЛЛИФ, да, и хотя оно не пишется, то есть не читать АЛЛАХ, АЛЛАХ, да, АЛЛАХ. То есть у нас есть после этого АЛЛАХ долги. Это такие примечания. И последнее, что хотела сказать, это, ну, вот в суре АЛЛИФ у нас есть, да, АЛЛАХ, при соединении у нас есть, при начинании, вернее, у нас есть АЛЛАХ, АЛЛАХ, и ЛЯМ твердая. Ну, тоже, например, сурата НАСР у нас идет, да, РАЛЛАММАЙ перед ЛЯВЗДАЛЬДЖАЛЯЛЯ, то есть здесь будет тоже твердо, да, НАСРУЛАХИ, то есть у нас получается твердо. Или в этой же суре у нас есть КАСРА перед ней, ДИ, НИ, ЛЯГИ, да, тут ЛАГИ, ЛЯГИ, хотя одно и то же слово. Здесь перед ней КАСРА, здесь перед ней ЛАМА. Вот. И ваше домашнее задание, сегодня, чуть раньше закончим, мешало. Ну, еще вопросы, если будут, это прописать и прочитать все примеры из ГАМЗАТАЛЬОСАЛЬ, ну, имеется в виду из суры Тальфатиха и последние шесть сур, да, прописывайте, прочитывайте, ну, для себя, прослушайте, как их читает чтец, как бы проследите, что как, какие особенности из тех, которые мы сказали, да, вот, солнечные, лунные, твердость, слям, мягкость, слям, как произносятся следующие буквы за ней, да, и так далее. И можете выписать аяты со словом, слям, муджаляль, Аллах, да, и проследить, почему она читается там твердо или мягко, да, и тоже проследить, вот, например, прослушать, как чтец это читает, иншаллах. И, как бы еще вначале говорила, да, иншаллах, такой до Рамадана тоже три раза в неделю чтение, для тех, кто хочет, может записаться, вот, тоже потренировать тасхе, иншаллах, коротких сур из Корана, то есть небольшую группу набирают. Ну, еще там, по-моему, есть места, но можете подать заявку в сториз, есть один из сториз, можно перейти, да, там, переход на группу в Телеграме, где можно сразу, ну, быстрее связаться, да, для того, чтобы вас быстро записали, мы начали уже практиковаться. Хорошо. Уроки в понедельник, среда, пятница, начало до Рамадана, 18.00 по московскому времени. Ну, если будут еще сестры, допустим, желающие, потому что группа небольшая, 8 человек максимум, там, я видела уже, по-моему, 4 записалось сестры, ну, еще есть, как бы, места, я так понимаю, если будут еще желающие, то, может, еще одну группу на какое-то время, но пока мы с вот это. Да, в сториз по ссылке, если вдруг не найдете, то пишите в личку, в директ, иншаллах, вот, ну, я думаю, найдете, иншаллах, сториз, если посмотрите, там она есть. Так, на этом завершим наш урок, я надеюсь, была польза, ну, как бы я забыла, правда, про вопросы. Да, вот в Ютубе видно хорошо и чисто и отчетливо, да, вот, кто смотрел, видели, то есть там нету, вот, тут не с экрана, а... Вот еще хотела прокомментировать, сестра здесь писала и читала, что солнечные — это те, которые засвечивают, типа Солнца, то есть, как бы не видны, начинают, не читаются, а лунные ясны, как Луна. Ну, как бы спорно, да, что ясны, как Луна, вообще светло, когда Солнце, ну, как бы это как такая теория, да, то есть можно это запомнить. Это ассоциация, которую, может, вам так сказали, и чтобы вы запомнили, ну, тоже может быть, ну, как бы, пускай так, не важно, да, то есть это не принципиально, там, понять, то есть это просто, чтобы запомнить. Если вы так запомните, ну, можете запомнить, не важно. Хорошо, так, вопросы, сейчас я еще прослежу, или есть вопросы, как-то много, а можно ссылку на Инстаграм? Сначала под этим, под записью ссылку поставлю в Фейсбуке, да, потому что я сейчас не могу туда, не знаю, как там это поставить. Да, хорошо, тогда, сестры, закончим наш эфир. Субханак, Аллахуму, Абхамдик, Ашаду, Аля, 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 Амда, Ассалавхиру, Атубу, Алик, Ассаламу, Алейкум, Арахматуллахи, Абхаратуллах. Спасибо. Продолжение следует...